МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вначале вкратце расскажу о том, что вы увидите в этом выпуске. Похитители детских автокресел оперативно задержаны сразу после совершенной кражи. Обвиняемый уклонялся от повестки в суд с помощью поддельного больничного листа. Стартовал всероссийский конкурс народно-участковый. Удмуртия выбирает лучшего. Но с начала криминальной обстановки на этой неделе. Вашему вниманию предоставляется оперативная сводка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За прошедшую неделю в республике зарегистрировано около 7 тысяч сообщений граждан. Почти 300 из них о преступлениях. Сотрудниками полиции раскрыто 203 преступления, в том числе 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 10 грабежей, 62 кражи, 3 угона автотранспорта. Раскрыто 34 преступления по линии незаконного оборота наркотиков. За неделю на дорогах республики произошло 42 ДТП с пострадавшими, в которых 46 человек получили травмы. 10 человек погибли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И еще информация из оперативной сводки. Сотрудники ДПС оперативно среагировали на сигнал и задержали двух злоумышленников, которые из магазина похитили детские автокресла. Подробности далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этих кадрах видно, как два заметно охмелевших парня поднимаются по лестнице наверх. Затем спустя пару минут спускаются обратно, уже с грузом. На улице на их подозрительное поведение обратил внимание местный бизнесмен с этой же торговой базы. После неудавшейся попытки остановить воров, он позвонил в полицию. Рядом на той же улице Маяковского дежурил автопатруль. Автоинспекторы и взяли похитителей автокресел. Задержанные оказались ранее судимыми. При задержании молодые люди оказали активное сопротивление. Но, несмотря на это, были задержаны и доставлены в отдел полиции номер один города Ижевска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно в Ижевске сотрудники госавтоинспекции эвакуируют порядка 100 автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки. Только с начала сентября на нерадивых водителей наложены штрафы на общую сумму почти 700 тысяч рублей. О том, как и за какие нарушения эвакуируют автомобили, в нашем сюжете. На улице Свободы в Ижевске регулярно работает эвакуатор. Здесь одностороннее движение, но даже без встречки проехать грузовому транспорту или спецтехнике весьма проблематично. С обеих сторон на проезжей части плотно припаркованы автомобили. И это несмотря на запрещающие знаки. За одну смену сотрудники дорожно-патрульной службы со всего Ижевска отправляют на штрафстоянку в среднем более сотни машин. Реакция абсолютно разная. От недоумения до благодарности, что слава богу, что не угнали, а просто эвакуировали из-под знака. Агрессия? Бывает и агрессия. Грузы в наш адрес постоянно идут. Но что делать? Закон есть закон. Ответственность предусмотрена кодексом. Это 1500 рублей плюс эвакуация транспортного средства. В среднем выходит примерно около 3000 рублей. Напомним, что с 1 сентября повысились и другие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Минимальный теперь составляет 500 рублей. Так что недисциплинированное поведение на дорогах теперь реально может отразиться на финансовом состоянии нарушителя. Поддельный больничный лист как способ неявки в суд. Бывший руководитель крупного сельхозпредприятия подозревается в хищении полутора миллионов рублей из федерального бюджета. Судебное заседание должно было состояться еще в начале сентября. Но в зал суда подсудимый так и не явился, предъявив правоохранителям поддельный больничный лист. Республиканский клиникодиагностический центр. В палате находятся обвиняемые в мошенничестве с использованием должностного положения в особо крупном размере. Еще весной следственное управление МВД окончило расследование резонансного уголовного дела в отношении данного гражданина. По версии следствия, этот гражданин, в бытность директором агропредприятия, расположенного в Караклинском районе, использовал криминальные схемы и похитил из федерального бюджета более полутора миллионов рублей. После окончательной передачи материалов расследования на рассмотрение в суд, подследственный срочно слег в больницу, а адвокат передал в суд медсправку, оттягивающую судебный процесс по причине серьезного заболевания его подзащитного. Но, как показала проверка, больничный лист оказался поддельным. В итоге возбуждено еще одно уголовное дело использование заведомо подложного документа. На днях ему под роспись была вручена повестка с вызовом на допрос. Министерство внутренних дел объявило о начале всероссийского конкурса народно-участковый. Удмуртия тоже выберет лучшего сотрудника. Условия конкурса размещены на нашем сайте, где вы сможете проголосовать за вашего кандидата. А пока сюжет о том, как проходит рабочий день участкового. За свой рабочий день участковому приходится намотать не один километр. Но самое главное – это быть отличным психологом. Умение находить контакт с разными людьми, несмотря на зачастую конфликтную ситуацию между ними – основное оружие участкового. И сколько на ногах приходится каждый день вынести? Не подсчитывали? Нет, не подсчитывал. Например? Подходим где-то. Часа два-три бывает. Алексей Леонтьев на своем участке, можно сказать, новичок. Работает всего полгода. Но за это время успел изучить свой многолюдный центральный округ. Сегодня надо проверить молодого парня. Он на днях освободился условно досрочно. Дома никого не оказалось, как-никак, середина рабочего дня. Далее по маршруту – квартира пьющего безработного, которому суд за хроническую неуплату алиментов назначил условное наказание. Это спецконтингент, который нужно проверять регулярно. Тут ситуация понятна. Все, что есть, пропивается. Тем не менее, профилактическую беседу участковый провести обязан. Состояние алкогольного опьянения задерживались надо? Нет. Ну как нет? Если вы постоянно выпиваете, говорите, то... А я на улицу не хожу. На улицу не появляетесь, да, в таком состоянии? Нет. Из дома-то меня кто заберет? Дома я могу хоть что делать. А там чем питаетесь и так далее? Кто вас кормит? В смысле? Кто кормит? У меня сестра, брат приходят. Придумчиво, еду. А живете один здесь, да? Кто-то, блядь. Я его, здравствуйте. Кем будете? А, кем будете? Брат. Брат. Я его кормил. Здравствуйте. Она своя фирма. В самом участковом пункте полиции тоже масса дел. В основном это незначительные административные правонарушения, жалобы на соседей. В общем, все бытовые неурядицы разрешают эти люди в погонах. Так что, если вы знаете своего участкового, если он вам реально помогает и на участке порядок, самое время проголосовать на него в конкурсе «Народный участковый». Все подробности на официальном сайте МВД. Проголосовать за кандидатов вы сможете, отправив данные участкового полномоченного полиции на электронную почту с пометкой «Народный участковый». Следующий телевизионный выпуск программы «МВД-18» выйдет в эфир ровно через неделю. А вся оперативная информация ежедневно обновляется на нашем сайте. В случае криминальных происшествий не забывайте про дежурную часть. Телефон полиции прежний. 0-2. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин